Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Oblivion. Мы находимся в запущенной шахте. Здесь мы закончили предыдущую серию. Ну, не просто закончили, игра упала, она это дело любит. И давайте выбираться. Мы убили всех гоблинов, которые здесь находились, но в итоге потеряли двух бойцов. Лучницу и мечника, которые были с нами. Приятно, покойся с миром. Можно было бы забрать с нее вещи, но я считаю, что это не нужно. Ну и хоронить ее тоже не буду, понятное дело. Элидор, эльф, который также сгинул. Хорошо, давайте выходить. Где-то здесь остался орк, единственный выживший из всей команды. Ему, надо сказать, сильно повезло. Кстати говоря, давайте починим наш бук. Вот так, как это делать, я уже забыл. Да, у меня навыка даже на это не хватает. Но, кстати говоря, лук очень быстро почему-то ломается, это пипец. У него уже состояние после одной миссии 61. Это не очень положительная тенденция, однако... Мы задали взбучку этим гоблинам. Тебе еще что-то нужно? Да, в принципе, нет. Ладно, я пошел. Давай, бывай, брак, Гробарк. Неплохо. Да, я знаю, неплохо. Вообще, какая-то глючная пещера. Один раз меня отсюда выбило, один раз я вот тут застрял. То есть, хватало приключений. Но при этом битва была славная, мне понравилось. Ай, пардон. Так, хорошо, где-то здесь у нас... Да, вот здесь мы собрались. Здесь у нас выход. Пойдем. Я думаю, сейчас мы в Чейдингхо переместимся быстрым перемещением. Сдадим этот квест. Да, в принципе, пойдем в Бруму, потому что пора уже, я думаю, разбираться с этой битвой. Сколько же уже можно? Из-за нее у меня реально очень многие диалоги. Я не могу с людьми поговорить, там страшно. Потому что вокруг городов врата Обливиена. Так, мне... Где мне тебя найти, орк? Старый, никому не нужный, вредный орк. Грубиен тот еще. Так, окей. Атлетик, она повышена. Конечно, так носится. В гильдии бойцов. Понятно. Ну, это логично, вообще-то. Он из гильдии бойцов, поэтому тут его можно найти. Но я думал, они тут не живут. Что на этот раз? Могу чем-нибудь помочь? Могу и пнул, да? Я думаю, да. Вопрос с доставкой оружия еще не решен? Оружие само себя туда не доставит. Ты мог бы и повежливее быть, потому что я сражался как бог. Так. Оружие доставлено, но потери сбежать не удалось. В будущем постарайся этого избегать. Или не приходи ко мне за работой. Вот твоя награда. Может быть, ты в будущем будешь со мной ставить никаких-нибудь болванчиков от нормальных бойцов? Это потому что достаточно печально было наблюдать за тем, как они дерутся и огребают от обычных гоблинов. Кошмар! Ладно, давайте в Буму, потому что... Очень много дел еще. Мы даже ни разу еще не были в Энвиле, при том, что уже так посчитать, мы тут довольно много времени провели в этом мире. Так, ну хорошо. Сейчас к кузнецу зайдем первым делом. Ох, опять ночь, да? Открыто? Атлетика. А! Ай! Так, ну время у нас 9 вечера. Подождем 12 часов здесь на морозе. Посидим, подумаем о жизни, о том, сколько злодеяний мы сделали в этом мире. Но вообще, надо сказать, вы заметили, здесь у нас как-то получалось отыгрывать не очень уж такого плохого персонажа. То есть поп-коп, он по сути же, не скажешь, что злодей, он просто корыстный и очень-очень жаждущий наживы. Это его главное побуждение. Но при этом благородных поступков тоже хватало. Так что интересно. Я знаю, мы уже знакомы, Фьё Трейд. Не стоит ввязываться в драку, если твои... Так, хорошо, вообще, я заметил, так денежки неплохо пошли. Оглянись вокруг, ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Ну, это я бы поспорил. Так, перчатки ненасытности тяжелые, понижение здоровья на себя, силы 15 единиц повышения. Странная штука. Так, ну, в принципе, мне у тебя ничего особо и не нужно. Я тебе могу продать... Я тебе даже продавать ничего не хочу. Платиновую монетку только. Вот, не считаю, что нужно. Что слышно? Старый Бенлин мертв. Я слышал, это был несчастный случай. Он отдыхал в своем кресле и... Бах! Чучело упало на него. Конечно, я не имею к этому никакого отношения. Береги себя! И тебе не хворать. Так, ладно, пойдем к местным. Там Мартин, я надеюсь, по-прежнему находится в этом замке. Так, Мартин готово. Подожди, это не тот же квест? Назад. Ну, по-моему, это все-таки вот это. Ну, ладно, сейчас узнаем. Все равно поговорим и квест обновится. Септим. Крутой. Это септим же? Это чье? Я не могу задерживаться здесь долго. Граф Кару приказал возвращаться в Лея Вин, как только Брума будет в безопасности. А, понятно. Это лагерь этих помощников Брума. Это у нас из Лея Вина. Ну, я могу сказать, что не богато. Ну, что нам хватит? Просто зачистка Абревиана, она, как правило, сводится именно к зачистке. Ходишь, убиваешь, получаешь еще один сигильский камень. Вот и все. Никого нет. Где же они? О, еще один человек-сосед проснулся. Вы никогда не спите, да, мать ваша? Так, ну, хорошо. Как же мне тогда идти? Куда? Что-то я даже не понял, а где мне собираться-то с ними? Я думал, тут. Последний раз они были здесь. Очень-очень странно. Давайте сходим в храм Повелителя Облаков. Может быть, они там. Давайте сначала наружу выйдем. Возможно, они там собирают просто людей. А вот еще, блин. Так, окей. А, подожди, чушь я. Они же в этом, в часовне были. Что-то я позабыл просто. Они сначала собрались в замке, а потом пришли сюда, и в итоге у них тут чуть ли не штаб сейчас. Так что, скорее всего, они тут и находятся. В Анвеле какой-то пророк. Блин, на счет дело просто. Просто куча. Да, Акси. Красиво, да? Здравствуйте. Когда приготовления к битве будут закончены, дай знать. Графиня прикажет своим людям перестать закрывать врата Обливиона у города. Ну, ладно. Теперь мне стало совершенно ясно. Император, пока, но... Что? Так, а с кем из вас поговорить? Мы должны... Согласно бумагам, великие врата... Великие врата, это, конечно, круто, но... Прощайте. Я, судя по всему, с ней тогда. Я ценю подмогу, которую ты привел в Бруму. Мне начинает казаться, что у нас есть шанс. Но мое ополчение не заменит обученных солдат. Не могли бы мы подождать, пока не прибудет еще подкрепление. Пускай начинается битва. Да будет так. Теперь судьба Брумы в руках богов и в твоих руках. Да, не волнуйся, все нормально будет. Бурт, развернуть боевые порядки. Как прикажет графиня. Посмотрим, сколько вас. Я не думаю, что эта битва будет эпической, просто потому что народу очень мало. Закрыли окошко, потому что вообще-то дети уроды. Закрыли окошко, потому что не так. Я не думаю, что это все. Маме. Сinement, говорю, как правило. Маме. Купила Брумы в ополчение. Маме. Маме. здравствуйте это все войско отряды конечно сильные смотрю шлем надел броня крутая вообще я кручу где войско четыре человека пять человек это все войско окей ну мартина надо дать должное он очень очень смелый так хорошо приступим оружие я думаю нас сломается где-то на ну по крайней мере хотя я бы не сказал что это войско конечно это даже отрядом назовешь это так кучка мы с мартиным вышли на поле боя мне нужно защищать мартина пока не откроются великие врата в как проблем не будет от шпаков солдаты сиродила будущее империи решится сегодня здесь и сейчас позволим ли мы дейдра сделать с брумой то что они сделали сквача позволим сжечь на один позор им убить наших родных нет сегодня мы будем стоять насмерть мы будем сражаться за весь сиродил мы должны продержаться мы должны уничтожить все что выйдет из этих врат бог опять смотри я ненавижу вот этих больше всего ну что да начнется битва еще пришли так короче говоря я предпочту драться ближним бою так я могу свои зацепить но я и так могу конечно не слабо сушил ломать его ребята ломайте капец это может быть опасно да не беги ты мать твою паучиха так маленько подлечиться серьезно пошла заваруха так еще лечиться так в принципе я думаю ну я думаю сейчас будет основной такой накат поэтому сейчас лучше лечиться реально это не попал слабо челла чё нравится и попал давай да блин смотри со спины еще налетела великие врата открылись нужно войти в них и добыть великий сидельский камень пока защитники брума еще держится сейчас драться так понимаю бесполезно лучше сэкономить свои стрелы тихо пошел фу напряженно даже стрелы подбирать не буду я по ту сторону великих врат осадная машина до ядра движется к порталу если она пройдет сквозь ворота в ворота прежде чем я достану сигильский камень все пропало так хорошо что-то мне это все совсем не нравится я чё один против всего этого даже вы сильные какие-то так окей получается у меня не очень много времени я пойду так вот так вот так вот так вот так и надо это делать в темпе не знаю что-то мне кажется это будет очень сложно в одиночку что чё так темно странно здесь почему-то освещение не такой как обычного обливания наверху скорее всего враг 13 минут для закрытия надо поспешать так наверху от ранах вроде как я заметил офигеть просто я думаю я успею только постараться надо побольше пробегать а не вступать в бой тогда у нас есть шанс нужно подняться повыше пробежать он туда ой 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 эй ой ой чё это было бежим офигеть придется от тебя нечего сделать все что чё карычи пошло прахом вот это ощущение в тылу врага она появилась именно 12 еще так и будет меня беспокоить эта штука меня реально беспокоит она слишком страшно потом надо будет пробежать еще вот не совсем понимаю как теперь меня вниз походу на спускаться это хорошо это куда придет нам же не сюда нет нам не сюда нам нужно вниз и оттуда вам мы пойдем как у меня вид вообще как он не так расстреливать можно было бы спрыгнуть на мою нафиг потом опять лечиться полчаса вот это петушок да да но как она вообще а это магические те же я по идее могу перепрыгнуть я думаю только не знаю смогу ли куда-то дальше перепрыгнуть и в этом ли была соль ненавистная магическая хрень как мне попасть туда со всех сторон смотри обложили демоны блин нет как-то тут надо пройти стреляет гады на опережение фигу вернешься а вот смотри задание я сейчас не настроен ни с кем воевать просто бежим пока есть возможность бежать но я думаю мы неплохо идем все таки в целом потому что мы за три минуты проделали большую часть пути так по ощущениям минут пять потратиться чтобы на башню подняться так что у нас еще время запас есть здравствуй ну как то так хотя бы а где выход издеваетесь что ли не знаю что это делать но я думаю это меня все таки поможет я надеюсь по крайней мере где-то прям подо мной проход я думаю сейчас там реально проход будет так а может еще ниже что-то у нас вызов давайте туда сходим хотя мне кажется 8 минут поле но если что сохраняться пока не будем потому что блин давай быстрее что-то блин так волнусь я ненавижу вот эти вот миссии на время вообще просто поехали поехали мне кажется что я чё-то чё-то не то нет конечно же было не то а как же как же фигурует он не просто дать еще загрузимся потому что я столько времени потратил так ну вот наверху мы что-то нажали что это нам дает я пока не совсем понимаю теперь попробуем вернуться и там посмотрим возможно где-то что-то открылось что-то передвинулась если бы я не торопился это все конечно было бы гораздо более очевидно и тут приходится реально бегать на параде я кал даже не спрятался отлично с мягким знаком мать вашу так какой тут из них подъемный давай колду себе меч знаете мне кажется мы сможем ой 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 ловушки вот это конечно было плохо очень плохо не задерживаемся бежим не получится у тебя ничего кто меня видит не так я с ним долго бороться буду давайте быстрее бежать почти пришли так это не то я вне прекрати видимо все таки одна из этих дверей реально то что нам нужно хорошо надеюсь это та дверь потому что я даже не смотрел на маркер возможно мы бежим туда туда бежим туда все хорошо сейчас получится все или нас убьют одной из двух давайте уроды гидрические поймайте меня ты посмотри какой он огромный оооо сосед проснулся фу короче говоря это было довольно таки не сложно если тихо 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 офигеть мне удалось добраться до большого сигильского камня и закрыть врата битва за брома выиграна нужно отдать сигильский камень мартину офигеть блин у вас еще битва идет где я ребята я все понимаю я застреваю в чем-то не видим это видимо какой-то баг мы сделали это мы преподали проклятым до ядра хороший урок я тоже доволен где мартин это была эпичная битва я считаю ну там битва конечно не получилось сегодня мы одержали великую победу теперь у нас есть возможность забрать амулет королей у манкара комарана но нам нужно действовать быстро комарану не потребуется много времени чтобы понять в какой он опасности помни портал закроется за тобой так что сразу возьми с собой все необходимое к твоему прибытию я закончу все приготовления к ритуалу в большом зале до встречи ну хорошо единственный способ навсегда закрыть все врата обливиона зажечь драконьи огни в храме единого и наша единственная надежда вернуть амулет королей которым завладел манкар комаран понятно в молодости я как и многие другие ученики был недоволен запретами гильдии магов мы с головой погрузились в разгадку тайн дейдрической магии мы жаждали запретных знаний нашими богами были знания и сила об остальном ты можешь догадаться мы зашли слишком далеко погибли люди погибли мои друзья эти дни остались для меня позади но горькая мудрость берущая начало в глупости имеет свою цену у меня есть все необходимое для ритуала чтобы использовать заркса для открытия портала в рай комарана помни портал закроется за тобой поэтому тебе нужно сразу взять с собой все необходимое пока я не горю желания прощай у нас кстати уровень круто ну что давайте на этом и закончим эту серию следующий можно уже выдохнуть и спокойно заниматься своими делами в облювине потому что основная опасность по крайней мере на время миновала теперь можно заняться повседневными делами допустим добраться до энвила или разобраться с теми делами с властью в чейдинг холле либо заняться делами гильдии бойцов в общем работа у нас еще хватает в этом месте что там такое волки какие-то камикадзе они волки короче говоря по моему получилось довольно неплохо если бы мы там конечно со всеми сражались то я думаю вряд ли бы успели честно говоря но получилось как получилось и по моему это было круто надеюсь вам тоже понравилось увидимся в следующей серии с вами был артур всего хорошего пока-пока-пока в следующей серии в следующей серии